Всем привет! С вами Виктория! Сегодня я вам предлагаю рецепт овощи в духовке. Запеченные овощи в духовке отлично подойдут на легкий ужин или как гарнир из овощей. А приготовить их совсем не сложно. Рецепт у нас будет очень оригинальный. Для приготовления овощей в духовке я буду использовать баклажан, кабачок, морковь, помидоры, чеснок, картофель, брокколи, сыр, панировочные сухая, оливковое масло, соль, специи. В процессе приготовления я буду рассказывать, какие специи я использовала. И базилик. Сколько брать овощей и какие овощи вы решаете сами, я делаю на небольшую порцию. Все овощи я использовать не буду. Овощи нужно очистить. Очищаю морковь. За морковью буду очищать картофель. Лук и чеснок я очистила. И теперь будем нарезать овощи. Нарезать нужно на кольца. На тоненькие-тоненькие кольца. Сейчас я покажу. Отрезаю хвостик. И вот так буду нарезать на такие тоненькие кружочки. И точно так же буду нарезать баклажан. Отрезаю плодоножку. Она нам не понадобится. И на тоненькие пластиночки круглые. Таким образом нарезаю. Картофель желательно брать побольше. У меня вот мелкий. Нам тоже его нужно нарезать вот на такие кругленькие тоненькие пластиночки. И то же самое проделываем с морковкой и помидорами. Брокколи я нарезала на небольшие соцветия и помыла. Все нарезано. Приготовим масло со специями. Для его приготовления нам понадобится растительное или оливковое масло, чеснок, соль и специи. У меня это паприка, черный перец, орегано, кориандр и базилик. В этот момент можно уже поставить духовку, разогреваться до 200 градусов. Оливковое масло добавляем столько, сколько вам нравится. Столько, сколько у вас овощей. У меня не очень много овощей. Поэтому я буду добавлять изначально 5 столовых ложек. Добавляю немного кориандра. Все спицы и берите по вкусу. Солю, перчу. Добавляю паприку. И забыла еще сказать, я буду посыпать сушеным чесноком. Свежий чеснок я буду добавлять просто. Разрежу его напополам и добавлю просто так в овощи. Все хорошо перемешиваем. И нарезаю базилик. И еще раз хорошо перемешиваю. Если масло немного останется, ничего страшного. Нам оно потом еще понадобится. Я вам скажу попозже, зачем. Так, наш маринад для овощей готов. Теперь я беру противень. Немного его поливаю растительным маслом. Хорошо все промазываю кисточкой. И поочередно рядами буду все выкладывать. Смотрите, как красиво уже получилось. В итоге я нарезала овощи и все они у меня сюда не помещаются. Поэтому я буду еще делать то же самое со вторым противнем. И сейчас все будем смазывать вот этим соусом. Если хотите, то можете сделать вот такие крестообразные надрезы на кабачках и на баклажанах. Я этого делать не буду, потому что нарезала я очень тоненько. Все и так хорошо пропечется. И ложим вот так вот в некоторых местах под чесночок. Ставим выпекаться овощи в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20-30 минут. Нужно делать до самой готовности. И потом мы еще будем их ставить в духовку до полуготовности примерно. Вот я выложила второй противень. И тоже все обильно буду промазывать маслом со специями. И второй противень тоже отправляю в духовку. Так, овощи приготовились, вытаскиваю их. И теперь нам нужно приготовить присыпку или, как его еще называют, гратен для овощей. Для приготовления присыпки нам понадобится оставшееся вот здесь то, что мы замешивали маринад с базиликом, растительное или оливковое масло, соль, перец, панировочные сухари, чеснок, я его предварительно выдавила сюда, и сыр. Вообще-то нужно по рецепту пармезан, но у меня пармезана не было, поэтому я обычный твердый сыр меленько-меленько вот так вот нарезала. Можно меленько нарезать или потереть. Но если у вас есть пармезан, то это вообще будет очень классно. Добавляю растительное масло. Оливковое у меня, оливковое. Панировочные сухари. Солю. Сыр. Чеснок. И помидоры. Хорошо все перемешиваем. Вот такая вот у нас получилась смесь. Сейчас этой смесью мы будем посыпать, накладывать по ложечке на наши овощи. И вот так выкладываем понемножку. И то же самое делаю в втором противне. И еще раз убираю овощи в духовку, разогретую до 200 градусов на 15-20 минут, чтобы сыр расплавился. Вот такие красивые овощи у нас получились, поверьте, это очень-очень вкусно. Я уже попробовала. К овощам я приготовила фарш, рецепт которого будет в одном из последующих видео. Другие рецепты с овощами я вам оставлю в описании под видео, так же как и точное количество ингредиентов. Если рецепт и видео вам понравились, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне свои комментарии. Мне всегда очень приятно, когда вы пишите свои комментарии. Я вам желаю прекрасного настроения, экспериментируйте, пробуйте, готовьте. Приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok